В алекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоялось торжественное открытие художественной выставки Владимира Семенова от Великой Отечественной до Современников. В экспозиции представлена работа художника разных лет, выполненная в портретном жанре. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Владимир Викторович – выпускник Калининского художественного училища имени Венецианова. Художник работал оформителем в Центральной мастерской завода стеклопластиков и стекловолокна в Калинине. Состоял в творческой группе художников, оформлявших музейно-выставочной экспозиции Калининского объединенного музея. Художник, имея большой опыт работы в портретном жанре, представляет на своей персональной выставке работы разных лет. Это портреты Желтушко Николая Петровича, московского художника. Он живет в Калязинской области, это у него дом старый, под Калязиной. Я к нему ездил туда в гости. Как раз вот этот портрет стоялся. Художник, изображающий человека, живущего рядом, всегда оказывается перед двумя неизбежными вопросами. Насколько этот портрет отображает сущность и действительно ли это живопись в исконном понимании этого слова. Вечная дилемма, которую разрешает сам автор и несет ее как ответственность перед будущим. Володя очень серьезный художник. Он исповедует реалистическое искусство. Это самое главное в наш безумный век формальности и дисгармонии. Это художник, который несет гармонию, радость и человечность в мир. Реалистичный образно-психологический портрет не только традиция. Через характер персонажа, через предметную среду осуществляется связь со временем. А непосредственное осязание портретируемого, смотрящего в себя, в зрителя, создает атмосферу соучастия в творческом процессе. Задача любого художника разделить главное и второстепенное в избирательном поле картины и объединить их. Такие художники — это гордость учебного заведения. Он вобрал в себя все лучшее, что ему давали преподаватели. Портреты мужские, женские, детские, выполнены маслом на холсте в стилистике, тяготеющей к фотографичности. В числе портретируемых люди военных и творческих профессий, друзья и родные художника. В одних работах автор представляет модели в современном бытовом контексте. В других, напротив, погружает изображаемых в обстоятельства минувших времен. В частности, периода Великой Отечественной войны.